МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. История избирательных кампаний последнего 20-летия отчетливо показала, что молдавский избиратель, получая возможность голосовать в непосредственный процесс выборов, больше вкладывает свои страхи, чем надежды. Сначала боялись возврата советских времен, а затем боялись их невозврата. Наши политики, умело используя социальные фобии, довели нас до того, что мы постоянно голосуем вопреки, а не во благо. Вопреки здравому смыслу, вопреки своим собственным надеждам, вопреки логике. И именно в этом, как мне кажется, состоит одна из главных особенностей любого предвыборного периода, проходящего в Молдове. Об этих особенностях, о фобиях избирателя и власти поговорим с нашим гостем, доктором права Сергеем Мишуным. Здравствуйте! Добрый вечер! Все предвыборные периоды, будем говорить сегодня о выборах столичного мэра, в этом предвыборном периоде всегда происходило какое-то сваливание в геополитику. Вечная риторика кандидатов, риторика тех, кто отстаивал честь и достоинство кандидатов, как правило, пестрила геополитическими метафорами, сравнениями, заявлениями. Кишиневцам обещали достойную жизнь вообще, а в частности, очень много говорилось, вместо того, чтобы, например, говорить о том, как будут исправлены ошибки предыдущей городской власти, говорилось о том, что, например, надо противостоять тому или иному вектору. Почему ветер или вектор перемен так стал у нас востребованным в столице? Почему кишиневцы не задаются конкретными вопросами, кто будет латать их улицы, кто будет их превращать по-настоящему в европейские достопримечательности, а не наоборот, создавая из европейского города какую-то азиатчину? Вот в чем главная проблема, на ваш взгляд? Вы знаете, если мы рассмотрим последние местные выборы, то есть последние, я как я имею в виду, это 2007, 2011, 2015, ну и, соответственно, предвыборную политику, которая происходит сегодня. Действительно, эта тенденция есть. Эта тенденция началась еще в 2007 году. И почему ее вводили? Потому что тогда либералы были абсолютно мертвой партией, и у них единственный был шанс выйти на путь истинный и показать, что они могут прийти в премарию, это клич против коммунистов. Вот мы боремся с режимом, это вот советский режим. То есть тогда этот клич был на уровне борьбы с коммунистическим большинством, которое находилось у власти. В 2011 и в 2015 году они избрали ту же тактику, и эта тактика повела уже не на уровень просто борьбы с коммунистами, потому что в 2009 году был соответствующий переворот. А это уже повело к тому, что вот если вы проголосуете за кандидата с левого фланга, здесь будут русские танки. То есть это как такая пугалочка была специально для них. Если мы будем с вами рассматривать эту предвыборную кампанию, которая была сейчас и происходит сегодня, завершается как раз сегодня, последний день, когда завершается эта предвыборная кампания, то геополитика у нас появилась только во втором туре. В первом туре, да, у некоторых кандидатов она все-таки проскальзывала, но она не была так ярко выражена. То есть она появилась во втором туре. И в принципе те выборы, которые до сих пор были, 2011 и 2015 год, геополитика в основном, и вот эти пугалочки шли именно во втором туре. Именно вот эти последние две недели, когда выходил, как и сейчас это получилось, один кандидат с левого фланга, один кандидат с правого фланга. Для чего это используется кандидатами с правого фланга? Все очень прозрачно и понятно. Дело в том, что в муниципе Кишинево состоит не только из Кишинева, а он состоит и из пригородов. И электрод, который живет в пригородах, с ним проще говорить на уровне вот этих пугалок. То есть там, кто такие пригороды? Это люди, которые в принципе живут в своем миру, у них есть тоже свой мэр, у них есть свой муниципальный совет. И вот те проблемы общегородские, которые существуют, да, их касается, но косвенно. На каком уровне? То есть они, когда едут из пригорода в Кишинев, поработают и уезжают обратно, они у нас видят только вот эти разбитые дороги, по которым мы ездим сегодня. И больше ничего. Потому что дальше уже их мэр, который у них является, какие-то вещи начинает либо делать, либо не делать. Но не касаемо генерального мэра. Сегодня же какая ситуация? Сегодня мы избираем именно генерального мэра одного всего муниципа Кишинево. Это не касается их. И, соответственно, вот эти пугалки со стороны кандидатов правого толка на них могли бы повлиять. Но, слава богу, не влияют. И не влияют по одной простой причине. Потому что сегодня, если мы посмотрим второй тур, геополитикой занимается только один кандидат с правой стороны. То есть это господин Анастасий. Ну, как вы сами сказали, это традиционный метод именно правых сил. Да, традиционный метод. Если мы возьмем второго кандидата, господина Чебана, который идет с левого фланга, он не использует никакой геополитики. Он говорит конкретно о вопросах Кишинева. Он говорит конкретно о тех проблемах, которые у людей существуют. То есть те же ямы, канализации, ЖЭКи. Он собрал всех мэров с пригородов и спросил, какие проблемы у вас есть. Не внутри только, а вот даже во взаимоотношении между премарией основной муниципи Кишинев и вами. У людей какие есть проблемы между пригородом и Кишиневом, чтобы их решать. И когда он послушал, какие вопросы существуют, у него родилась идея и правильная идея, чтобы был в мэрии отдельный вице-претор, который бы занимался проблемами пригорода. Потому что есть проблема в сообщении между Кишиневым и пригородом, общественным транспортом. Хотим или не хотим, но эту проблему надо решать. Сейчас, как правило, его отдали на откуп именно частным компаниям. В том-то и дело, понимаете. Общественный транспорт не очень-то стремится. И зачастую люди даже не могут добраться элементарно до того же города Кишинева, из пригорода. И эту проблему надо решать. Здесь где-то неправильное переспределение бюджетов, которое положено из муниципального бюджета в бюджеты пригородов. И мэры пригородов не могут что-то сделать. То есть есть много проблем, которые нужно решать. И вот появилась идея после общения, что нужно решать этот вопрос. А господин Анастасий у нас же что делает? Он красиво бегает по пресс-конференциям. Он говорит об облаках европейском будущем. И продолжает, по-моему, вот эту теорию передачи земли в горшочках Бухаресту или еще кому-то. Продолжает традицию от предыдущего градоначальника, когда нужно поехать и покланяться в Бухаресте. Вот буквально недавно мы видели в одном из эфиров румынского телеканала о том, как все дружно помогали или подбадривали, или накачивали определенными надеждами Андрея Анастасии. Меня здесь удивило другое, что такое прямое вмешательство в внутренние дела соседней страны позволил себе мой коллега-журналист, с призывом, обратившись к зрителям, а именно тем кишиневцам, которые обладают румынским гражданством, проголосовать за Андрея Анастасия в ином случае произойдет нечто страшное. То есть, ну не знаю, куда-то Молдова ползет, куда-то на восток, дальше Китая, там, не знаю, Японское море. Не знаю, что он там себе представляет, румынский журналист. Понимаете, дело в том, что журналист журналисту рознь. Давайте будем честными. И даже у нас в Молдове, ну, очень немного есть журналистов-профессионалов, которые могут правильно и тактично себя вести. В первую очередь он нарушил этику журналистскую. Что значит, ты как журналист выступаешь для граждан другой страны, а еще хуже, да, для гаража, города, города, в котором ты не жил и даже не был, и не знаешь, может быть... Чьи проблемы тебе не знакомы вообще? Тоже проблемы, он даже, может, не знает, где он находится на карте, понимаете, или, может, посмотрел все-таки карту и приблизительно ту точку увидел, где находится Кишинев. И ты их призываешь, что если вы не проголосуете за вот господина Анастасия, у вас будут проблемы. Ребята, какие проблемы? У нас проблем нету с точки зрения геополитики. Мы давно определились, что мы Молдова, мы государство, мы будем развиваться, мы будем дружить и с западом, и с востоком, и нам это выгодно политически, геополитически. Поэтому у нас в этом плане проблем нет. У нас иного рода проблемы в городе, совсем другие проблемы. И если мы проголосуем за господина Анастасия, эти проблемы не решатся, даже если ему будет помогать Бухарест. Потому что Бухарест, извините, на протяжении 10-11 лет уже помогал одному. Так приходит его же пародия, скажем так. Далеко, что будем ходить господин Македон, который проявляется главой штаба Анастасии, он же на нашего родного брата господина Киртуаки, Дарина. Так мы голосуем за то же самое. Дарин Киртуака всю жизнь ездил в этот Бухарест, там с принцами встречался, землю отвозил и еще что-то. Что он сделал для Кишинева? Ничего. За 10 лет. Извините, за 10 лет в этой стране, если правильно управлять городом, можно было сделать из этого города конфетку. Я готов возразить, у нас появилось обновленное покрытие дорожного полотна бульвара Штефана Чалмария, улица Фейсбол. Которая уже разваливается, да? Ну вот да. Которая разваливается. Или у нас специально берут, латают эти дырочки, да, как пломбы, знаете. Вот в зубах есть пломбы, вот у нас точно такие же пломбы появляются на дороге. И вот меня удивляет одно. Вот насколько они думают, что люди не соображают головой, да? То есть стоит дырочка, и они начинают ее латать, когда тепло, хорошо, приятно. Неделю ты ездишь по этим дыркам, бьешь себе машину и объезжаешь пробки, проблемы. Но как только пошел дождь, значит мы начинаем латать резко эти асфальтовые покрытия. Раскачивались долго. Да нет, это не раскачивались долго, это просто долго ждали погоду, чтобы отмыть очередной транш финансов. Понимаете? Это же целая коррупционная схема. Потому что если вы сделали дырку, вы ждете хорошую погоду, и вы сделаете правильно латку по технологии, она будет годами лежать. Так же, как и зубная пломба. С Богу дождя молятся не только фермеры, да? Да у нас по ходу хозяева фирм, которые вот именно ставят эти латки, только этому и молились. И делали это постоянно на протяжении 10 лет. Вы же посмотрите, у нас каждую весну после зимы начинается латание дорог. Вопрос. А нельзя сделать один раз дорогу так, чтобы про нее забыть лет на 5? И это же будет намного дешевле. Хотелось бы дожить до этих времен, когда можно ловить? Как говорят, вы знаете, можно пойти вещь купить за 400 лет или вещь купить за 1000 лет. Но ту вещь, которую ты купишь за 1000 лет, ты ее проносишь три года и потратишь всего 1000, а то, которое 400 лет, ты проносишь один месяц. Соответственно, тебе на сезон надо три такие купить, а потом на следующий год еще три, а потом на следующий год еще три. И посчитаем, что же дешевле. Вот в данном случае это тоже самое. Абсолютно та же арифметика. Поставили латочку, она слетела через два месяца, поставили еще одну, слетела, поставили еще одну. А представляем, сколько средств на эту латочку списали? Да, так я хотел сказать, что скорее всего мы покупаем за 1000 то, что стоит 400 литров. Я думаю, что даже за 3000 мы покупаем то, что стоит 200. Если вот так брать по арифметике той, которая сегодня происходила. И я молчу, что вот это вот, то, что сделали с ЖЭКами, это вообще уму непостижимо. Вы думали фантомный долг перед термокомом. Люди как платили, так и платят сегодня десервире блокулы, да, там за каждый квадратный метр, ну в различных случаях там где-то 3 лея, где-то 7 лей. Они их платят. И когда приходит ЖЭК и говорят, ребят, нам надо отремонтировать подъезд или отремонтировать крышу, они говорят, извините, мы не можем, у нас нет денег. А спрашивают, где деньги? А вы знаете, вот мы должны 900 миллионов в термокому, и у нас внешний управляющий, и все деньги ваши, которые вы платите за то, что мы ремонтировали вам подъезды, уходят в термоком. Ну красивее схемы не придумаешь. То есть это как с тем же миллиардом, когда перенесли на плечи граждан, здесь деньги, которые растворились во взаимоотношениях с термокомом. Здесь даже хуже, Станислав, здесь хуже, потому что получается какая ситуация. Я платить за обслуживание моего жилого блока должен обязательно ежемесячно, иначе мне будут штрафы, и при этом я еще должен скинуться дополнительно, чтобы отремонтировать свой подъезд. Мне кажется, пора уже писать всем нам, знаете, иск в Европейский суд по правам человека, потому что здесь так просто наш молдавский отечественный прокурор не то что не сможет, наверное, не захочет, побоится разбираться. Ну, смотря какой прокурор, конечно, будет, но в принципе на сегодняшний день это именно так, потому что если мы смотрим по поводу нарушения законодательства, ну, давайте так, только у господина Анастасии за последние две недели я как минимум насчитал пять нарушений закона. Это как минимум. То есть первое нарушение приватизация офиса, где он всем кричал, что у него есть решение Чеда, оно постановило, что это здание должно быть его. А на самом деле его нет. А на самом деле не то, что его нет, он отозвал вообще свой иск и свой запрос в Чеда. Не просто его нет, это дело даже не рассматривалось там, зачем так врать. То есть, понимаете, это первое, где он уже нарушает и показывает. То есть он владеет собственностью на основе переписки. На основе переписки, да. С европейским судом. Это вы знаете как, ну, очень классное название европейское достоинство и правда, да, вот оно достоинство, вот она правда, которую они преподносят. Второе, это привлечение иностранных политиков в избирательную компанию, что у нас запрещено законом в любых эпостасиях и видах. А он мало того, что вовлекает политиков, привозя их в Кишинев, сегодня, пожалуйста, откройте любую соцсеть и увидите, как господин Анастасий возле памятника Штефан Челмаря принимает делегацию румынской партии. Ребята, извините. Кто принимал законы? Да вы же те евроинтеграторы, которые сегодня его поддерживаете и принимали этот закон, чтобы не вмешивать в предвыборную кампанию иностранных политиков. Причем, еще раз хочу повториться, чтобы люди не путали. Он может сказать, что это члены партии и не относятся. Написано политиков. Если ты состоишь в партии и тем более во главе этой партии, ты уже политик. Не важно, депутат ты, министр или просто вне парламентской партии. Но ты политик. Соответственно, вот сегодня случай раз. До этого, как вы правильно упомянули, он поехал в Букарест и встречался с теми же политиками, выставил кучу фотографий. Это два. И таких случаев есть много. Доказательные. А что это, по-вашему, такое, знаете, уверенность безнаказанности? Ведь человек, будучи юристом, не может не знать законы. Ну, вы знаете, по поводу вот его, то, что он юрист по образованию, да, ну по диплому, по крайней мере. Но по тому диплому, где он получил юридическое образование, румынское, ну у нас много таких юристов. Мы сейчас и Михаила Теодорьевича можем, и того же господина Дарина Киртаку, и многих таких юристов показать. Я думаю, что это не просто не боясь того, что его не накажут, а определенный вид договоренности. Ну, проскальзывает определенный вид, и это видно. Потому что, давайте будем по-честному с вами, если бы его оппонент поехал бы в Москву и встретился бы с Собяниным, я не беру сейчас какие-то, вот с мэром Москвы, неважно по какому поводу, да, и выложил бы эту фотографию где-нибудь в социальной сети, или бы ваш канал и это показал. Скажите, через сколько бы был санкционирован как сам кандидат, так и, допустим, ваш канал? Меньше, чем за неделю. Да какой, я думаю, минут 15 этого бы хватило, чтобы уже пошли санкции от Координационного Совета вам и, соответственно, от ЦИКа данному кандидату. А здесь журнал ТВ показывает в полном объеме, как он дает конференции на бухарестских каналах, как он встречается с различными политиками Румынии и ничего. Вот у меня есть ощущение, что у господина Анастасии есть какое-то негласное соглашение с правящим большинством о том, что и его за это наказывать не будет. То есть с теми, кто не участвует и не освещается. Хотя, вы знаете, я бы вот честно, сколько я слушал дебатов, которые проводил господин Анастасий, ну и не только я, а многие граждане, простые граждане города Кишинева и муниципе Кишинева. Если бы господин Анастасий почаще бы выходил на телевидение, если бы господин Анастасий почаще бы говорил, то у господина Чабана был бы большой карт-бланш. Ему бы не надо было ни ему, ни его команде работать. Послушав господину Анастасию, хватило бы сил и ума людям понять, что за него голосовать не надо. Просто. Вот вы послушайте, что он говорит. Общие фразы, никому не понятные. Вообще. То есть ему задаешь конкретный вопрос, как вы будете решать проблемы в области образования. Муниципе Кишинева, он начинает, да мы, вот мы такие крутые, мы привлечем европейские фонды, мы пойдем за грантами, мы пойдем туда, мы пойдем туда. Подожди, конкретно, пожалуйста, где ты возьмешь деньги? Не надо нам рассказывать уже про эти привлечения фондов. Эти фонды будут опять ложиться на наши деньги, на наши плечи, мы должны будем за них платить. О чем мы говорим? Сейчас нужно еще раз хлебать последствия управления городом либеральным мэром, потому что там кредитов набрано немало. Там помимо кредитов, вы знаете, там первое, что надо начинать, это полностью провести инспекцию по муниципальным предприятиям. Полностью нужно провести... То есть это аудит. Аудит, да. И не только аудит, а инспекцию. Я не даром говорю сейчас инспекцию. То есть нужно провести финансовый аудит и плюс инспекцию по поводу кадров, которые туда набраны и кто как занимает какие места. Это нужно сделать в премарии полностью, потому что многих туда назначали либо по партийной принадлежности, либо по Кумовской, Нанашеской, какой у нас только в Молдавии сейчас не принято. И многие занимают те места, будучи непрофессионалами в этом и вообще не понимая, что должна эта отрасль делать. Причем эту практику, как начал господин Киртака в 2007 году, к сожалению, так же продолжила и Сильвия Раду. И те замены, которые были сделаны на уровне премарии на протяжении вот этих пяти месяцев, это просто меня лишило намыла. Просто меня лишило намыла, к сожалению. И господин Анастасий, я так думаю, тоже придет, тоже, не дай бог, конечно, чтобы его избрали, но если его изберут, он будет делать тоже шило намыла. Он берет вот тех людей, которые назначила Сильвия Раду и будет на эти ключевые позиции ставить своих людей и возвращать людей господина Киртаке. Ведь не даром у господина Гомрецкого сегодня у него есть выигранный суд, чтобы вернуться на свое кресло. И если придет господин Анастасий, я, знаете, так, на 95% уверен, что господин Гомрецкий вернется на свое стуло и будет заниматься дальше. Ну, один дом он построил, 1200 квадратных метров, знаете, ему надо второй же строить, срочно. И не себе одного, знаете, за все надо платить. За все надо платить, поэтому я так думаю, что эта ситуация в случае, если придет сегодня правый кандидат, будет продолжаться, и наш город, к сожалению, не просто войдет в хаос, он и так в хаосе уже неимоверном, он уже в упадничестве неимоверном. Но мы никогда не, если они еще побудут годик, простите, но это мы придем вообще к такому нулю, из которого выкарабкать потом никто не сможет. Вот ваша оценка заявления Ивана Чабана, когда в дискуссиях с Андреем Анастасием он заявил о том, что он из парламента ушел для того, чтобы работать в муниципе, а Андрей Анастасием, по мнению Ивана Чабана, идет в муниципе для того, чтобы попасть в парламент. Это 100% так и есть. Дело в том, что, понимаете, я вот сколько и на передачах уже в общении с людьми говорю всем, посмотрите на господина Чабана, это единственный человек, который не гонится сегодня за портфель. Ему не портфель нужен Ген Примара, ему действительно хочется, как истинному кишиневцу, причем первому кишиневцу, который претендует на должность Ген Примара, изменить этот город и вернуть ему как минимум облик 15-летней давности, хотя бы 15-летней давности, потому что если брать дальше, за год ты не успеешь этого сделать, да и за 4 и за 5, то есть это надо больше времени. Но хотя бы 15-летней давности вернуть облик. Он уже перевидал все портфели. Он был и замминистра, он был неоднократно депутатом парламента, он был пресс-секретарем президента. И вот тот посыл, который мы говорим в 15-м году, он в 14-м был депутатом, в 15-м попал в Монсовет, и он для себя сделал выбор. Я хочу работать в Монсовете, я хочу работать на благо города Кишинева. Или Кишинева лучше я скажу, потому что, чтобы координационный совет у нас не начал искать какие-то подвохи. Но тут не сам координационный совет, а бдительные телезрители. Так называемые. Бдительные телезрители. Ну опять, мы говорим все-таки в последний предвыборный день, поэтому что про это. То есть он идет туда специально, чтобы заниматься проблемами города. Господин Анастасий, давайте посмотрим правде в глаза, уже кричит лет 5. И по площади ходил, что мы придем к власти, мы сметем эту власть, мы будем бороться с олигархами, нам нужно попасть в парламент. Для него это стартовая площадка. И если мы посмотрим, оценим сегодня до начала предвыборной кампании в примары, господин Анастасий начал очень сильно падать в рейтинге. И его платформа «Достоинство и правда». Действительно начали падать в рейтинге. То есть ему для того, чтобы реанимироваться, была же такая ситуация, и многие может ее просто не помнят, что госпожа Майя Санду перед тем, как объявить, кто будет баллотироваться на должность примары, сказал, мы встретимся с платформой «Достоинство и правда» и выработаем единую политику, кто будет кандидатом. А господин Анастасий в это же время выходит с пресс-конференции и сказал, мы решили на политбюро «Достоинство и правда», что иду к кандидатам я. Понимаете, он сыграл. И в тот момент Майя и Санду, с учетом того, что они объединили усилия, деваться некуда было, пришлось поддержать данного кандидата. И Анастасий на этом тогда сыграл, сыграл классически. Он заставил сегодня пас поддерживать его. Он заставляет пас голосовать за него. Он заставляет либералов голосовать за него, потому что он к ним приходит и говорит очень просто, ребята, вы придут социалисты, и вам полный швах. Он заставляет Шалару и Ежи с ним голосовать за него, потому что он говорит, ребята, если придут социалисты, не видать вам объединения с Румынией и ваш унионизм. Он заставляет всех их, чтобы они сидели сегодня и поддерживали его. Поэтому эту ситуацию политическую он использовал очень красиво. Он два месяца у нас был красиво на всех телеканалах, в билбордах и так далее. Его палатки стояли, его люди ходили, в него вкладывали деньги. Он уже засвечено лицо. То есть он в рейтинге опять поднялся вверх. Конечно, ему в сентябре-октябре будет намного легче, вы же сами понимаете, тем более, если он выиграет эти выборы. То есть это для него стартовая площадка для того, чтобы попасть в парламент. И мы тогда столкнемся с еще одной проблемой. Мы, горожане. То есть, если господин Чабан сегодня станет мэром, вернее, сегодня, а третьего числа, то он этим мэром будет как минимум до 2019 года июня. И тогда войдет в следующую предвыборную кампанию местных органов. Если же господин Настасьев выиграет эти мэрские выборы, то он в сентябре аккуратненько напишет заявление о том, что, извините, я баллотируюсь в депутаты, и мне надо покинуть это место на два месяца. Мы опять получаем ИО примара на два месяца, на сентябрь, октябрь, а, и полноября на два с половиной месяца. А потом, если он станет депутатом, но я даю грандию сегодня 100%, что он выберет место депутата. У него будет всего 30 дней, надо определиться депутат он либо генеральный мэр. И он останется депутатом. И мы тогда попадаем в еще более большой хаос. Почему? Потому что за полгода до общих выборов, за год, вернее, если брать точно по закону, за год до очередных выборов нельзя проводить досрочные выборы. И мы полгода с, грубо говоря, декабря месяца по июнь будем жить опять без мэра. Так к чему мы приходим? Не сверстанный бюджет будет нормально? Да ничего не будет. Ничего, опять, о каком бюджете мы будем говорить, если он уйдет в предвыборную парламентскую? Кто будет в сентябре и октябре заниматься этим бюджетом? Да никто. Его примара придет в декабре, он пока въедет, что ему делать, куда, зачем. Опять мы в апреле и мае будем получать бюджет на 2019 год. Вот, если люди сегодня выйдут и проголосуют за господина Анастаси, вот что нас ждет. Еще больше хаос, еще больше разруха в нашем городе. Ну, вы говорили о том, как проходит агитация. На ваш взгляд, достаточно активно со стороны Анастаси. Но дело в том, что с его стороны в адрес кандидата от партии социалистов было много упреков высказано в том, как упреков в завышенных или больших затратах на предвыборную агитацию. Большое количество билбордов, агитаторов. Но, ну, как бы этот упрек тоже вызывает неоднозначную реакцию, потому что мы видим, как Анастаси не сходит с охранов определенных телеканалов. И вот просто даже простой математический подсчет, как, сколько раздаются тех же листовок. И если их, ну, в общем-то, взять в калькулятор, просчитать, сколько в минуту их роздано, сколько в день, в неделю, то, как бы получаешь цифры, которые отличаются от деклараций, сданных Андреем Анастасием. Потому что там, кажется, внизу листовки написаны, ну, цифры, я вам скажу, такие, знаете, тираж районной газеты времен середины прошлого века. Я вот скажу, чтобы господин Анастаси больше не выдел и не манипулировал нашим обществом. Ну, по поводу листовок и газет, естественно, это есть определенные виды расходов, но есть разница между господином Анастасием и господином Чабаном. Господин Анастаси, это у кого-то заказывает и платит по рыночной цене, а господин Чабан все-таки выдвинут партию социалистов, которая имеет свои редакционные коллеги, имеют своих журналистов, именно в партии, которые это пишут, и это обходится намного дешевле, чем думает господин Анастаси. То есть, ну, давайте, скажем по-честному, такая простая брошюрка на уровне вот этого листочка А4, господину Анастаси обходится лей 10-15 одна, а партия социалистов я так думаю, я сейчас не берусь утверждать, но не больше, чем 4-5 лей. Ну, давайте на весы поставим это все. Во-вторых, то, что он говорит, что агитаторы проплачены, так вот, господин Анастаси, если вы платите своим агитаторам, потому что по-другому за вас просто никто не пойдет агитировать, то не надо перевешивать это на другую сторону. Я могу как минимум сегодня показать человек 15-20 агитаторов, которые абсолютно на безвозмездной основе ходят и агитируют за господина Чабана, чтобы он стал мэром города. И это люди, которые являются управдомами различных кооперативов и домов. Это люди, которые администраторы ресторанов и другие профессии. Они ходят не потому, что они только сторонники господина Чабана, потому что они увидели в нем профессионала, который действительно может спасти и помочь этому городу. То есть, это безвозмездная работа, за нее никто не платит. А теперь скажите мне, пожалуйста, о каких оплатах мы можем говорить, если ходят муниципальные советники в качестве агитаторов, которые сегодня работают в одной команде с господином Чабаном? Ну, о чем мы можем говорить, что им платят за то, что они ходят и агитируют? Ну, это как минимум глупость. Те же депутаты партии социалистов, которые ходят сегодня по городу и агитируют за господина Чабана, это что, тоже проплаченные агитаторы? Просто, видно, господин Астасий, сидя у себя в кабинете и пользуясь только ноутбуком, как они обычно, это принято и соцсетями, они не видят реальности, кто ходит и кто агитирует за того или иного кандидата. Или они считают, что если они платят своим агитаторам, то, соответственно, и другая сторона делает то же самое. Но вы хотя бы взвесьте и посмотрите, кто ходит там и кто ходит у вас, чем делать такие заявления. И по мне, так я говорю, людям просто этим, господин Анастасий пытается очередной раз запутрить мозги и манипулировать общественным мнением. Не проплачиваются агитаторы партии социалистов абсолютно. Вот я говорю, может быть, кто-то и есть. Я не могу сказать, что 100%. Но 85-90% сегодня агитаторов, которые агитируют за господина Чабана, не проплачиваются 100%. И это вы можете даже элементарно взять журналистов, взять камеру, проехать по дворам, где агитируют люди и спросить у них, и посмотреть, кто это делает. И почему? И все станет ясно за две минуты. То есть не надо вот этих манипуляций, которые господин Анастасий делает постоянно и всегда. Он постоянно пытается... Вы знаете как? У нас вот... Он хоть и называет себя юристом, но меня немножко как юриста и доктора права кробят, когда вот такие люди называют себя юристами. Когда те же дебаты, или ты задаешь господину Анастасии прямой вопрос, он не зная ответа, либо начинает юлить и говорить умные фразы, чтобы никто не понял, либо начинает говорить, вот вы врете, это бред, это манипуляция обществом, общественным мнением. Если ты не знаешь ответа на вопрос, если ты не профессионал, признайся. И поверь мне, люди тебе быстрее поверят в этом, чем начинают обвинять других. Вот у господина Анастасии на протяжении, по крайней мере, последних двух недель я обвидел только одно. Почему я говорю? Что очень было бы хорошо, если бы он побольше говорил на телеэкранах и везде. Тогда бы точно никто за него не пошел голосовать. Абсолютно. Потому что он не знает, он не разбирается, и он постоянно кричит о том, что манипулирует обществом, манипулирует общественным мнением и обманывает. Это первый признак, что человек не профессионал. Ну, нечто подобное мы наблюдали. Предыдущий градоначальник очень любил заворачивать умные фразы с непонятным наполнением. И теперь мы все думаем, в общем-то, пытаемся найти ответ на вопрос, а куда делись предыдущие 10 лет, 10 бюджетов Кишинева, и почему ничего не изменилось в лучшей стороны, вообще ничего не изменилось. Или почему этот градоначальник, вместо того, чтобы приходить защищать бюджеты и приходить защищать вопросы на муниципальных советах, появлялся там раз в квартал или раз в полгода. И вообще не появлялся на работе. Да потому что он не знал, он элементарно, он не знал, что нужно прийти в тот кабинет и заниматься какими-то делами и давать какие-то распоряжения. Когда он попадал в этот кабинет, к нему приходили и говорили, есть вопрос в этом, в этом, в этом. Он просто не понимал, что с этим делать, и для него самый идеальный вариант был что? Сказать либо, что вы все тупые, либо быстренько убежать, чтобы тебя никто не видел. Вот это мы наблюдали на протяжении 10 лет. И в случае господина Анастасии мы будем это продолжать наблюдать и год, и далее. Сергей, ну вот хотелось бы поговорить не только, так сказать, поработать над тезисом или над вопросом как, а хотелось бы поработать над вопросом что. Что я имею в виду? Вы наверняка знакомились с программами обоих кандидатов. Что они предлагают кишиневцам? Чья программа ближе все-таки кишиневцам, на ваш взгляд? Программа ближе, конечно, к господину Ачабана. По одной простой причине, потому что там действительно указаны проблемы, которые сегодня существуют в Кишиневе. Это вопрос разработки общественного транспорта, помощи малоимущим, помощи тем людям, которые с различными недугами, инфраструктура, развязка, план, урбанизм, принятие и так далее и тому подобное. Господин Анастасия, программу свою, которую он сделал вторую, перед вторым туром, скажу так, 85% это плагиат. Плагиата от программы господина Ачабана. То есть они особо, его политтехнологи даже не старались что-то придумать свое, они просто взяли программу господина Ачабана, которая раздавалась еще в первом туре и просто, грубо говоря, чуть-чуть переначили, но под тем же соусом те же пункты выставили. Почему? Потому что они понимали, что это реальные вещи, которых сегодня заботят граждане. Но, когда вы посадите вот тут господина Ачабана, а вот здесь господин Анастасий, и вот господин Ачабана спрашивает, вот есть там у него сзади на программе 10 пунктов, которые он готов решить за год, чтобы улучшить жизнь в городе. Он по каждому пункту вам ответит, что он в этом направлении сделал, что он в этом направлении, что он в этом, как, откуда средства, откуда команда, кто профессионалы, кто будет это делать и так далее и тому подобное. То есть это четкий план и понятно, что как и будет делаться. Если у господина Анастасия вы спросите, будет очень просто. Он возьмет свой журнальчик, причем программа в виде вот такого красивого цветного журнальчика, и он так откроет его и скажет, ну вот видите, у меня здесь в программе написано, значит я это сделаю. Вот разница в ответе, понимаете? То есть он понимает, что у него там это написано, но как это сделать и как пройти для того, чтобы это сделать, он не знает. Он просто знает, что у него в программе есть такой пункт. А иногда, когда ему задаешь вопрос, он берет этот журнальчик и начинает искать, слушай, на какой странице у меня это есть и написано это вообще или нет. То есть даже человек самостоятельно не знает свою же программу. То есть он не глубоко знаком, кстати. Да не то, что не глубоко. Ты как кандидат, если идешь общаться с людьми, ну как минимум изучи свою программу, чтобы ты знал, что там написано и о чем нужно говорить. Ну понятно, что не ты ее делал. Есть определенные люди, политтехнологи, которые это пишут и которые это делают. Ну хотя бы изучи и пойми, о чем идет речь. Как минимум. Нелегкая задача стоит перед политтехнологами того же Андрея и Анастасия. Почему? Я могу судить это по реакции моей коллеги, журналистки канала, ведущей программы, в которой принимал участие Андрей и Анастасия вместе с Ионой Чубаном. И когда Андрей и Анастасия пытался предложить зрителям просмотр сюжета со своего ноутбука, с плохим звуком, с плохим изображением, это в общем-то у профессионала ведущей вызвало нескрываемое раздражение. Во-первых, это, будем говорить, несанкционированная эксплуатация телевизионного времени контентом чужого телеканала. И плюс это настолько неубедительный был аргумент в этой полемике, что, честно говоря, это был такой самый значимый прокол со стороны Андрея и Анастасии. Поэтому я говорю, что его политтехнологам стоит непосильная задача сделать его действительно восприимчивым для избирателя. Тем не менее, мы же видим по результатам первого тура, что достаточно большое количество кишиневцев доверяют этому человеку свои лучшие надежды в отношении будущего своего города. И насколько это оправдано, наверное, все-таки им, но, как мне кажется, вот мне, слушая вас, приходится соглашаться с тем, что мы, кишиневцы, ждем, грубо говоря, я не раз говорил в этой студии, это слово произносил, завхоза. То есть человек знает, где что лежит и как этим пользоваться, знает, как можно исправить непосредственную хозяйственную задачу, которая стоит перед городской властью. Ведь, по сути, что такое столичный мэр? Это не политическая должность, это должность человека, который умеет справляться с бытовыми проблемами, прежде всего. А сюда входит не только проблема, допустим, нашего ареала обитания, квартиры, домов, но это проблема и обеспечения горячей водой, обеспечения и вывозом, своевременным вывозом мусора. Это правильная работа общественного транспорта. Я именно подчеркиваю правильно, а не просто, знаете, как бы, а вот пусть здесь будет маршрут, так же было когда-то. Но дело в том, что раньше занимались районированием, понимали, что эти люди вот с этого жилищного комплекса должны попасть вот в это место работы. Все это просчитывалось, замерялось, исследовалось. Сегодня мы этого не наблюдаем, поэтому видим этот хаос. Сегодня это делается проще. Я прихожу к шефу транспортного управления и говорю, слушай, мне вот там нужен маршрут, он классный. По моим наблюдениям будет прибыль. Да, будет прибыль, с этой прибыли ты получишь столько. Все, и открывается маршрут. Вот все решение проблемы. А перед этим, ведь там же наверняка работал какой-то маршрут общественного транспорта. При этом давайте убьем этот маршрут. Мы не просто убьем общественный транспорт, что людям станет дороже ездить, горожанам. Мы еще уберем энное количество людей, уволим, потому что парк троллейбусный или автобусный не получает этот маршрут. Соответственно, ему нужно увольнять людей, увольнять не только водителей, кондукторов, обслуживающего персонала и так далее. То есть мы еще и увольняем при этом людей, помимо всего. То есть и людям становится неудобно, потому что они ездить не могут нормально. И платить они должны дороже. И еще и увольняют. Вот три проблемы, которые решаются. Зато один госчиновник в премарии получает с этого хороший процент. Вот весь расчет, понимаете, Станислав, который делался на протяжении 10 лет. И при Настасе он будет делаться дальше. Вот это самая большая беда. Он будет делаться дальше. Это доказано фактами. Фактами, которые особенно последние две недели. Ну, даже вот вы упомянули господина Македона, и, насколько я знаю, если уже говорить о, будем говорить, скажем так, о таком выгодном положении этого господина, вот по сравнению с другими экономическими агентами нашей столицы, то вот, насколько мне известно, аренда столба, на котором коммуникации для инфраструктуры компании, которую он владеет. Так вот, аренда этого столба составляет порядка 8 лев в то время, когда минимальная оплата в столице 16 лев, то в два раза больше. И вот само по себе именно такое отношение к конкретному экономическому, то есть, да, щедрая такая, знаете, дотация, в общем-то, говорит сама за себя. И там понимаем, ради чего люди борются. То есть, мы с вами, наши горожане, то есть, мы давно это понимаем, да, и видим, наши горожане должны понять, что нам нужно в первую очередь для того, чтобы решить проблемы города, остановить эту коррупционную систему, которая выстроена в городе. Партия социалистов на протяжении трех лет уже начала потихонечку разбивать вот эти коррупционные схемы по мере своей возможности, при условии, что они в оппозиции. И уже появилось 35 миллионов лей на благоустройство дворов. Появились финансы, чтобы делать детские площадки, спортивные площадки во дворах, чтобы дети наши имели где гулять. Появились средства, чтобы озеленять город. То есть, уже начали появляться. Но, поверьте мне, они это делали в оппозиции три года и сражались со всей структурой. Если сегодня господин Чабан становится во главе премарии, он не будет с этим сражаться, он это срубит на конец. И если он срубит это на конец, соответственно, появятся свободные средства для того, чтобы город ожил. А это нам нужно в первую очередь, чтобы, вот как вы говорите, да, компания господина Македона платила не в два раза дешевле. Ну, как все, как минимум. А платила, как все. Так извините, а давайте посчитаем, сколько этих столбов и умножим в два раза больше. И сколько город теряет ежемесячно с только этой аренды. Только по этой позиции. Да. Сергей, вот времени осталось у нас меньше трех минут до финала нашего завершения эфира. Но я подготовил вопрос, который хотел бы вам задать как юристу. Уже не городская тема. Конституционный суд перенес дату рассмотрения запроса либеральной партии о статусе русского языка, закрепленного в Молдовском законодательстве. Чем, на ваш взгляд, это вызвано? Почему вдруг достаточно ожидаемое событие и либералами, и теми, кто не согласен с такой вот инновацией, с законотворчеством изменить статус русского языка как языка общенационального общения, межнационального общения? Вы знаете, у меня есть два объяснения этому процессу. Ну, первое объяснение — это то, что они все-таки резонансное очень дело. И они не решились это делать перед вторым туром местных выборов. И поэтому перенесли специально на понедельник, причем, заметьте, на четвертое число, когда сразу на следующий день после выборов, где будут все уставшие и на какие-то моменты не смогут реагировать. Это мое личное ощущение. Я сейчас не хочу говорить и подсказывать, и предугадывать, что будет. И я так думаю, что, скорее всего, Конституционный суд, особенно видя настрой нашего парламентского большинства сегодня, готовит нам в плане русского языка очень большие сюрпризы. Я, конечно, очень хочу, чтобы я сейчас ошибался, но сюрпризы будут. Да, они сегодня не тронут закон о функционировании языков. Республики Молдова физически не могут. Но, скажем так, чуть-чуть нагадить на определенных уровнях они могут. В каких областях? Они могут убрать это из Кодекса Конституционной юрисдикции, что можно подавать заявление в Конституционный суд на русском языке. Они могут убрать из закона о правительстве, из регламента парламента о том, что необходимо переводить все официальные бумаги на русский язык. То есть, понимаете, вот в этих моментах они могут поиграться и признать эти статьи неконституционными. Но я как бы не хочу пугать, но хочу предостеречь. И наше парламентское большинство, и Конституционный суд. В случае, если вы пойдете на такие шаги, вы вызовете очень большую волну. Очень нехорошую волну. Потому что в этом плане восстанут все русскоязычные, проживающие в Молдове. Эта тема пудируется на протяжении 26 лет. Она никогда не прекращалась. Она либо стухала, либо опять поднималась, либо стухала. У нас постоянно шло вот такими волнами. Но ни одна власть, ни в 90-х годах, ни в 2000-х, не тем более вот с 2010-го по 2014-й, не пыталась убрать и опустить эту проблему ниже плинтуса. Что я имею в виду... Уже обожглися буквально в начале нашей независимости. Ниже плинтуса, что я имею в виду? Дело в том, что в первую очередь, если они ведут этот вопрос, и они изменят и признают неконституционными эти статьи, мы тут же закрываем и ставим крест на всех договоренностях, которые сейчас были в Риме с Приднестровьем. У Приднестровья главный сегодня козырь. У вас русского языка нет, вы стремитесь в Румынию, мы с вами жить не хотим. И этот, если не дай бог, Конституционный суд в понедельник, а господин Красносельский уже заявил, что в случае, если Конституционный суд аннулирует какую-то одну норму по поводу русского языка, мы остаемся преданными заявлению о том, что мы с Молдовой нам не по пути. Понимаете? Это первый момент. Второй момент. Мы очень сильно возбудим Гагаузов. Мы очень сильно возбудим Тарклийский район, где проживают компактно болгары. И возбудим многие села. Мы опять будем сталкивать наше гражданское общество. Вместо того, чтобы мы попытались сегодня сгладить углы и предоставить какую-то программу для национальных меньшинств, чтобы они влились в молдавское общество и все-таки развивались с ним параллельно, мы, наоборот, делаем конфликты. А вы понимаете, если мы продолжим эти конфликты делать, это может быть обострение. Обострение именно в обществе. У господина Анастасия сегодня, вот, скажем так, приверженцев унири очень много и не радикальные. Они очень злые. Это я заметил последние две недели. Они очень злые и настроены очень серьезно. Поверьте мне, даже вот их, эта злость, которая есть сегодня у них, а вторая часть лагеря русскоязычных, она спокойна. Ну, славяне всегда, они такие более спокойные, инертные. Но если их задеть, давайте вспомним все войны. Когда славян не задевали, все было спокойно. Но только если задевали славян, и те же французы, и немцы, что в итоге получалось? Всегда все проигрывали. Славян задевали. Происходило освобождение Европы. Славян не надо задевать. Лучше с ними жить мирно и идти одной дорогой. Это будет лучше всего. Давайте уже в нашей стране перестанем наше общество раздраивать и разделять. Давайте уже наконец-то созидать. Поэтому все-таки я надеюсь, что со стороны Конституционного суда это был шаг, чтобы не, скажем, будировать эту тему перед выборами 3 июня. И что 4 июня они все-таки согласно законодательству, логике, европейской и мировой практики примут решение об отклонении запроса либеральной партии. Сергей, спасибо за этот разговор. Время пролетело с вами незаметно. Но надеемся, что мы продолжим с вами эти диалоги, эти беседы. И в следующих наших эфирах будем с удовольствием вас звать. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор Права Сергей Мишин. Следите за нашими эфирами. Мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин